это чё за цыпа вызывай петуха вызывай петуха не жди не жди вызывай петуха у здравствуйте господин я какой стой тихо пою я песню запевал смеете недооценивать меня я справлюсь с этими злодеями сама как много роликов мне нравится я могу сказать лишь одно сам по никогда не бросит в беде тех кто ему помог вот такая заставочка получилось Вечерочек, ты на канале Гантэ Геймс где мы с тобой играем разные игры и мы продолжаем играть в Хонкай Стар Рейл начинаем читать книги, не теряем времени погнали! Но прежде чем начнем сообщаю, у меня есть страница на Бусти для тебя доступны разные виды подписок чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Бусти. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Дискорд для общения и обсуждений Хонкай Стар Рейл, хорроров и много чего еще. Жду тебя там все ссылочки в описании Так, Герту мы всю прочитали, теперь у нас вот это Причина ледяного шторма. Интервью с экспертом по климату, в котором обсуждаются причины ледяных бурь и другие научные факты Ой, мне кажется это долго Интервью для выпуска газеты Кристальной ведомости, издание выходного дня посвященное Солнечному фестивалю Среди кристальных пиков вы точно понимаете что такое ледяной шторм? На прошлой неделе метеорологический центр Белобога выдал предупреждение оранжевого уровня о ледяном шторме Центры Надмирья и его пригород сильно пострадали от ледяного шторма в результате вторжения мощного холодного фронта севера со стороны Ныкаты. Из-за короткого ледяного дождя на дорогах и зданиях Белобога образовалась наледь. На многих строениях и деревьях появились длинные сосульки Благодаря работе архитекторов в Белобоге всегда тепло, но в редких случаях бывают подобные вторжения ледяного дождя Мы специально пригласили профессора Егарда, эксперта-метеоролога из Белобога чтобы он вкратце рассказал нам о таком погодном явлении как ледяной шторм Мы на прошлой неделе в пригороде и центре Белобога прошел редкий ледяной шторм не могли бы вы в общих чертах объяснить причину его возникновения Наша метеостанция обычно называет ледяной шторм ледяным дождем поскольку погодные условия этих явлений весьма схожи Прежде чем говорить о ледяном дожде, сначала следует упомянуть аномальную низкую температуру которая часто бывает в Белобоге до и после солнечного фестиваля Это зима Белобога, верно? В газетах разных регионов были опубликованы соответствующие сообщения В условиях общего снижения температуры произошло столкновение с холодным фронтом который пришел из теплой зоны Белобога и устремился прямо к окраине города образуя ледяной дождь Острово городского отопления находится в центре города то есть температура там выше, что и вызвало дождь Там где я живу, это было больше похоже на мокрый снег Причина по которой ледяной дождь привлекает внимание это образование наледи Почему и появляется наледь? Она появляется когда сталкивается теплый холодный воздух температура воздуха и грунта в месте фронта каплями еще называют изморозью вот как с учетом того что вы только что рассказали ледяной дождь это редкое явление именно белобогий подобный феномен встречается в короткий период до и после солнечного фестиваля горожане могут полюбоваться редкими заледяными пейзажами в пригороде конечно сперва убедившись в обеспечении мер по сохранению тепла и безопасности профессор ягард благодарим за информацию о ледяном дожде рад помочь ну вот такая коротенькая книжка дальше уже не теряем время смотрим заставочку погнали смотри просто я тут сразу так получилось что я вышел мы видим оттуда пришли поэтому сейчас мы в первую очередь добавляем того кто добавился hell ray все я тебе тоже добавил тоже прокачанный лимит а у тебя лимит да это же не у меня лимит у тебя лимит хлор и если там можешь кого-то почистить ну давай потом приму так достижение даже есть уже день три фида в 3 одолеть шлист тысячу тысячу раз это он считает подождите он наверное бои в общем считает ним убедитель один пробей мнимую уязвимость 100 раз мы ним убедитель 2 пробей мнимую уязвимость 300 раз затерянный мир открой тайну подъярила 6 под землей живут люди ну это в целом все и так было понятно так это рассылка рассылка что-то мы немного получили так и все слушать да как быстро смотри по прыжкам я думал уже обновили там это должен быть как его зовут то забыл какой-то персонаж бубулит или чё-то чё-то как-то так его а его нет а его нет я вот думаю конус на зарядку нам нужен я могу почитать что он делает утешение каждой атака союзника накладывает на владельца один уровень статуса кантеляция каждый уровень этого статуса повышает скорость восстановления энергии владельца на три процента до максимального пятого уровня использование сферспособности владельцам снимать статус кантеляции накладывать статус каденция уже силу атаки владельцам 48 ну короче они нужны если так судить они нужны поэтому я предлагаю уж ну десятку тратить это это сильно а тут же еще есть журнал нет как он называет вот журнал путешествий нам тут еще ничего не положено да плохо это очень плохо короче давай да потратим а будхил будхилл все я вспомнил так его зовут а давай короче быстренько пробежимся вот час и вот я как раз и говорил что у нас так и будет надеюсь кстати сильно лагать не будет я чуть-чуть настройки подшаманил записи должно быть все красиво а кстати да вот сейчас я еще вот сюда поставлю фотографию опроса который я сделал с ютюба и все таки проголосовало большинство за то что оставлять испытания поэтому сейчас мы их не проходим видишь сейчас испытаний нет поэтому я сделаю так что мы будем проходить только те испытания тех персонажей кого мы не видели вообще никогда то есть если это та же сама март 7 но мы ее уже проходили мы ее знаем и как бы она она нам не нужна так это кто это это кому это что это это кто ладно потом вот расскажите мне это для кого будь небытие а а кто у меня гармония она не для нее короче я понял сколько у нас два прыжка осталось ладно давай вот поэтому будем проходить только тех кто нам нужен и все пятизвездочные но тоже будут если они будут повторяться там рераны то тоже не вижу смысла тратить на них время для записи ты так это все видел можешь любой суть в любой момент посмотреть но контакте никто не голосовал практически это не честно надо тоже туда заходить подписываться и голосовать вот это обязательно но видишь не выпало не страшно я особо не надеялся но у нас есть билетики ничего бы не потратить так теперь у нас у нас сюжет у нас короче пойдет сюжет мы тут еще можем потратить вот здесь как раз щиты которых мы понабрали интересно сколько вообще у нас большая карта а подожди так хочу куда я собрался у нас же чаши лист чаши лист так вот мы у этого я буду проходить его нам надо конуса прокачиваешь я все конусы потратила это вообще не прикольно так а нет зарянку слушай зарянку я должен это оставить как как в отряд срочно блин мне нужно в отряд я никак не соображу где тут все кнопки на находятся так лоча да лучше лечь дыхать какая нахер разница сейчас я могу убрать ставлю я сюда зарянку сменить а сюда лочу добавить вот так будем короче лочу менять так следующий следующий в поддержку нам нужен джеск холод ветер и вот эта штука желтая полот ветер штука ищем джеск вот я вижу один дальше дальше 23 холод смотри вообще они нужны но я вот этого знаю персонажа и еще вот это клара не знаю кто это она не подходит нам но мы еще таким способом смотрим новых персонажей их ждут много насколько я понял потому что сколько у нас чаши листов и каждый раз новые персонажи все играйте пожалуйста а можно мне показать сразу вот этого персонажа слушай пока вроде не лагает ничего себе у нее там какой-то защитник она какая-то меха что-то на мои вообще не покажут где поддержка дайте джаз 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 q все вы навести шороху а то он вообще не успеет ничего мне тут помочь а все я ничего не говорю мы слушаем музыку господи дайте джаз q ударить я не понимаю в чем прикол прекратите всех бить человек не может мне помочь он он даже не набрал еще свою супер способность блин прекратите хватит бить стой стой используй все покажите пожалуйста что она делает и что произошло это какая-то сила была поддержка ну ладно играйте дальше сами ну я не успею ничего посмотрю а вот он будет всех добивать вот все вот так просто джаз к спасибо тебе за участие что помог мне а если хочешь попасть тоже ко мне вот это видео то переходи по ссылочке вконтакте там есть обсуждение моей группе оставлять на свой ник и попадаешь ко мне видео по такую красивую музыку да вот так вот продолжаем играть так дальше мы вот это пьем красиво взяли теперь мы перемещаемся куда что это игра прятки а нам нужно найти марте мы перемещаемся сюда сейчас мы найдем вот тут все-то столько связь откуда мы пришли вот отсюда до клиника наташи там мы все взяли с наташи поговорили больше нам туда не нужно дети радуются прыгать отправиться на поиски обучения вместе с кротами я думаю это не придет ни к чему хорошему поешь отличного мяса вместе с хук кротиного кротовьего ухты так а давай чтобы не запутаться он круговой камниград и мы куда-то можем тут все равно уходить то есть то есть это вот это правильно я смотрю а нет это клиника наташи все окей я сообразил так ты кто фонарь что-то как-то странно ты стоишь у тебя очень зеленые глаза два мусорных контейнера стояли вплотную друг другу как будто никакая сила в мире не могла их разлучить очень интересно мусорный контейнер молчит громадина нежно смотрит на вас оно стоило того да стоило их подсвечивать вот так сильно вот что вы фонарь какие-то у вас тут странные звуки я даже погромче сделаю чтобы лучше их слышать ой мужчина вы меня напугали почему вы задом ко мне стоите это что за место а там какой-то секретик да а ну я я знал от меня ни один секрет не уйдет я все прекрасно знаю а я пи тут много записок набираем теперь дед блять не пугай меня это проход вниз да то есть нам туда мне главное опять не отключить запись аккуратней мышка уходит на второй экран и это очень опасно а тут удобно все мусорный бак все ящики рядом расположены вы видите жалкий мусорный контейнер сделанный из жести явно помятый похоже кто-то вымещал на нем свои сдерживаемые эмоции ну да не повезло ему но мы в них да я не одеты по-другому все видишь то есть тут все пространственные якоря активированы я хотел бы уступить один билет на сегодняшний вечер а мы сейчас зайдем мы сейчас все посмотрим раньше времени объявление наборе бойцов набор бойцов бойцов клуб хочешь изменить свою серую жизнь превратиться из объекта насмешек в сияющую звезду или же у тебя талант от природы но об этом никто не знает бойцовский клуб ждет тебя тебе не потребуется тысячелетиями оттачиваемое боевое искусство или же крепкое телосложение а лишь стремление быть в центре внимания и смелость изменить себя мы поможем тебе стать непревзойденным героем условия участия только для взрослых самый взыскательный владелец скотт и знает что у героев не спрашивают откуда они если ты достиг совершеннолетия то неважно какого ты пола откуда ты и зачем пришел мы принимаем заявки от всех кто соответствует критериям эта стена увешана всевозможными плакатами афишами и объявлениями одно из них привлекает ваше внимание она выглядит совершенно новым на бумаге осталось много черных отпечатков пальцев очевидно многих людей взбудоражил объявление о наборе бойцов ну да прикольно а я думал тут будет бойца ой что это было я в нее уп 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 уперся плакат рукопашные бои также известны как борьба это не драка развивающийся развивающий здоровье физические и умственные способности вид спорта который способствует развитию спортивного мастерства давай зайдем нам нам же можно нас пустят тут своя карта нет это как у сервала бы что а мы можем подраться да пустите меня что это у бойцовского клуба подземья есть два состояния он может быть шумным и очень шумным но во всем этом шуме вы замечаете кого-то выбивающегося из общей картины ваш опыт подсказывает что в таких местах всегда есть подобные люди но этот человек как-то отличается это же просто коробочка ты чё с ума сошел на деревянном ящике который служит столом лежит причудливый конверт вроде бы ничего необычного но он как будто безмолвный изящный независимый даже зловещий крупными косыми буквами на нем написано слово приглашение вы понимаете что не можете оторвать от него от него глаз моё все правильно никто не смог бы устоять перед таким безмолвным изящным независимым и даже зловещим конвертом с приглашением так приглашение на турнир темный кулак ну можем подраться черный конверт на том месте где должна была быть сургучная печать висит жалкая булавка на обороте крупными кривыми буквами написано приглашение я вижу что тебя выбрали мы прям желанный гость мешок с песком что вы узнали наблюдать за мешком с песком если падаешь то падает плашмя а всякие выкрутаться никто не ценит это пустая трата времени к 67 68 ты просто считаешь смотришь на него и считаешь ждешь пока он спрячется плакат это стена увешана всевозможными плакатами афишами и объявлениями одно из них привлекает ваше внимание оно выглядит совершенно новым но на бумаге осталось много черных отпечатков пальцев это мы смотрели это это мы читали зачем вы нам это снова показываете так а наверх нам нельзя а может я посмотреть хочу и не выпустят нас отсюда а я думал это по скалам лазить а это перчатки а как участвовать алло ох это была ошибка почему ошибка чудесно что куда вы смотрите вы просто смотрите на на ринг и вам чудесная была ошибка и создать его что о чем речь вообще господа зря я сюда зашел какие-то шизофреники я хотел бы уступить один билет да и не надо загадочный ребенок и хочешь посмотреть на турнир темный кулак видишь вот приглашение что такой турнир темный кулак без приглашения тебе больше ничего не рассказать не могу только избранные бойцы получают доступ к кулачным боям такого уровня как темный кулак это в тысячу раз интереснее всего что есть в клубе похоже нужно достать приглашение бойцовского клуба видишь вот приглашение маленький вылупок держи удивительно у тебя есть приглашение значит тебя избрали следуй за мной а то есть это мне нужно было через тебя там ты тут все решит чё здесь с вылупками драться вы чё внимание избранные для участия в турнире темный кулак на подземном ринге прибыл новый участник поприветствуйте ганты ура новичок вот же размазня ты зачем так говоришь разве это не подземный ринг разве это не опасно для детей опа это вот это он тут он пизданул в конце труси что ли домой захотелось тихо тихо ганты тут в первый раз так что позвольте мне зачитать правила и представить участников ганты напротив тебя стоят три человека это грозная четверка если сможешь одолеть всех за один раунд в камень ножницы бумага то получишь замечательный приз от комитета погде схватка эта игра в камень ножницы бумага почему в грозной четверки всего три человека да кстати да ты чё считаешь плохо у вас есть комитет как официально почему вас три человека первая из грозной четверки отец пускает джимми пока тот не закончит а отец не пускает джимми пока тот не закончит домашнюю работу тихо местонахождение членов грозной четверки сражающая тайна ладно хватит болтать давайте начнем поединок так страж подземного ринга мастер тёмного кулака и вы мастера темного кулака ну вот это ладно что мы с тобой сначала сразились с грозной четверкой помню по одному раунду на каждого были ну давай девочка 1 грозной четверки здравствуй господин хочешь сыграть в камень ножниц бумага новичок ган новичок гантэ вступает в бой с мэри по моей команде раз-два порой битвы начинаются внезапно что выберешь блин давай ножницы бумага о нет мэри проиграла наш победитель гантэ мэри 1 из грозной четверки проиграла похоже на турнире темный кулак появилась новая восходящая звезда это было неожиданно это все давай вот так мы не ожидали ох я проиграла этот господин слишком хорош говори свою реплику мэри что которая про слабейшую о верно может сегодня ты и победил братец но я слабейшая из грозной четверки наслаждайся лаврами пока можешь похоже дети просто веселятся да а потом они тебя заведут или за угол и отпиздят новичок гантэ идет к тому это том а можно блин как-то их показать эту я же даже не вижу за собой ты готов молчишь потому что в тихом ум эти черти водятся кажется том готов по моей команде раз-два молчаливый ребенок ни на что не реагирует вы не уверены действительно ли он готов а даже если готов то никак не это не показывает вы бы все равно не смогли понять нужно сказать атмосфера накалилась и не без причины так что выберешь так к а бумагу бумагу выберу что то выбрал ах ты сумка ребенок все еще ни на что не реагирует как вообще можно не реагировать на победу не говоря уже о том то это маленький мальчик вы совершенно ничего не понимаете кроме того что абсолютно точно проиграли так я короче треть из грозной четверки короче они побили не победу не гантэ пора сразиться со мной с дэвидом заносчивый малец поднимает правую руку чтобы привлечь ваше внимание он уже вас раздражает руки чешутся объяснить ему кто тут главный очень доходчиво но так называемый турнир темный кулак всего лишь игра а он просто ребенок вы точно хотите его размазать хорошо подумайте перед тем как сделать выбор поставить его на место не давай бля давай его стоя на место как жестоко но высшей силы это не беспокоит другими словами может это неплохая идея око за око вы решили преподать мальцу урок не задумываясь так сделайте это по крайней мере лань владыка пути охоты будет доволен отвлечь и жульничать прекрасный план как только выбор сделан и вы оба выбрасывайте вперед руки вы кричите смотри это что доктор наташа ваш юный наивный противник впервые столкнулся с такой тактикой он застыл от удивления вы быстро меняйте камень на победные ножницы не поверишь я хотел действительно в этот раз выбрать камень и никто ничего не замечает вы выигрываете к своему большому удовольствию новичок ганты получает 2 очка похоже у нас есть победитель а игра окончена условиям игры тебя полу тебе положен приз это секрет изготовления наших рукавиц гнева следуй инструкциям и ты тоже сможешь сделать себе мощную рукавицы самое то для темного кулака да да очень угрожающим откуда вас такие опасные вещи хер с ними так уже поздно мэри том дэвид надо возвращаться в клинику ладно идем но я вернусь и ты у нас попляшешь да глянь конечно слушай 12 плюс хотя бы не отпиздили в подворотне это спасибо так это мы открывали а это даже это даже не сундук это даже не сундук ну и хорошо видишь что мы железные прутья что мы можем походить так много свободного времени барьера закрывающий дорогу всегда оставляет вас в бесконечных мечтах о будущем так а что нам там чудали а достижение 12 плюс да участвуйте в турнире темный кулак и держите окончательную победу я думал что нужно безоговорочную держать но видимо не обязательно так там мужчина отдыхают храпит так и туда нам нельзя не вижу смысла это читать побежали вниз где-то мы можем потратить щиты я помню появляются люди из ниоткуда это конечно немножечко пугает но что поделать у это что такое золото или за или желтые кубики лего что ты мне машешь ой не кричи на меня так мусорный бак время игры угадайте сколько мусорных контейнеров белобоги внимание мусорные контейнеры поставлены рядом друг с другом считаются одним целом кроме того те которые вы можете видеть но до которых невозможно дотянуться не учитываются 19 20 21 думаю четное количество потрясающе честно говоря я не знаю правильно ли вы ответили или нет ведь это место находится под землей эти мусорные контейнеры давно не видели своих сородичей давайте я лучше задам вопрос на который есть однозначный ответ угадайте сколько мусорные бака в этом городе правила остаются прежними мусорные контейнеры поставлены рядом друг с другом считаются одним целом кроме того те которые вы можете видеть до которых невозможно дотянуться не учитываются но те которые вы можете видеть но до которых невозможно дотянуться не учитываются и до урны не в счет только круглые цилиндрические мусорные баки откуда я могу знать это не честно слушай но я заметил уже сколько мы подошли. Пусть будет 7. Неправильно, но простительно. Кто же будет сознательно посчитывать количество мусорных баков? Давайте прекратим эту игру, это слишком по-детски. Согласен. На кой хер мы вообще это делаем? И кто с нами разговаривает все это время? Огромный мусорный контейнер, заполненный до краев. Сме... Там он пустой. Смесь всех видов мусора источает гнилостный запах. Те, кто живет в подземне, не должны сортировать свой мусор. Нам за это потом должны что-то дать. Тихий, торжественный и безобидный этот старинный мусорный контейнер напоминает вам зрелого и благоразумного старца. Вот уже много лет он стоит на подземной улице, наблюдая перепитий жизни и изменения мира. Отлично, открой посмотреть. Хорошо, не трогаю. Уважительно поприветствую. Ну да... Блять, открой, посмотри и забираем. Возможно, вы не поняли. Это старая мусорка, давно не стоит... Давно стоит здесь. Она словно старик. И надо уважать мудрость старших. Ты меня останавливаешь? Да с кем ты разговариваешь? Я не понимаю, о чем ты. Вас не остановить, ясно? Ваша воля абсолютно. Просто совет не открывайте этот контейнер, пусть он мирно стоит там. Ну, это я считаю нечестно. Это вы против моей воли все сделали. О, письмо. Этот почтовый ящик спрятан в углу, чтобы они его не заметили. Лучше не беспокоить его. У вас возникает ощущение, что даже самому общительному человеку нужно какое-то личное пространство, не говоря уже о почтовом ящике. Куда теперь сбежал этот негодный ребенок? Да там ведь че... А я с вами сражался? А я знаю, там два еще бегают шалопая. Они там какую-то херню занимаются, людей обманывают. Так, вот с ним можно торговаться. Окей. Так, мы куда бежим? Ага, вперед. Там тупик. Прикольно, что все якоря активированы. Я могу прям пройти. Заклепка град. Не соблюдены условия для открытия этой зоны. Окей, заклепка град нам недоступен. Заклепка град. А это камни град. То есть тут делают камни, там делают заклепки. Ну, в целом все понятно, все логично. Так, мы еще можем зайти... Вот туда мы заходили, можем зайти сюда. Тут мы были, проходили. И вот бежим, как раз там нас ждет, скорее всего, март. Дешевая комната. Она у вас отдельно от всех? Дешевая комната. Действительно. Просто заходи. А, или тут мы можем ночевать. Смотри быстрее. На простом деревянном столе лежит стопка листов бумаги, перо и чернильница. На бумаге что-то написано неразборчивым почерком. Вы наклоняетесь, чтобы прочесть. Технологии подземья, может, и устарели, но от печатного дела никто еще вот так не отказывался. Возможно, здесь специально пишут от руки, чтобы клиенты чувствовали, что их ценят. Однако, эта мысль только мешает вам разобраться в написанном. Вы так усердно пытаетесь вчитаться в вежливые, но бессмысленные слова, что у вас начинают болеть глаза. Наконец, вы находите в нижней части листа самую важную информацию. Герти приглашает вас оценить наши услуги. О-о-о-о-о-о. Оценить? Это вы любите. Вы с мудом припоминаете, что подобное с вами уже случалось. Вы тогда сидели на заднем сидении воздушного такси и куда-то летели. Пилот такси не проронил ни слова за всю поездку, даже не поздоровался. Но стоило вам по прибытии открыть дверь, как он сказал, поставьте пять звезд, пожалуйста. Вот уж нет, вы само воплощение беспристрастности. Вы бы ни за что не добавили студенту и одного лишнего балла, Чтобы бедняга не завалил экзамен Хороший отзыв, надо сначала заработать Вы оглядываете дешевый номер, стены здесь будто стонут А полки и шкафы трясутся Сегодня вы самый беспристрастный критик во всей галактике Письмо Герти Дорогой гость, пожалуйста, оцените выше прибытие в нашем отеле Недовольно, средне, очень довольно Ну мы же бегаем Зарянкой Слушай, ну это самый дешевый Для дешевого тут в принципе неплохо Пусть будет очень довольна Кровать? Прекрасно Если придется выбирать между этой кроватью и узкими спальными местами в салоне экспресса Вы не будете колебаться и секунды Дорогой гость, пожалуйста, оцените поданный Ваш номер чай Да блин, я его не пробовал, блин, захотел чая Но у меня дома чай очень вкусный Чай прекрасно Лучше чай на свете, вы бы с удовольствием привели сюда Дани Хэна, чтобы и он оценил Как-никак вы убеждены, что он главный знаток чая Дорогой гость, пожалуйста, оцените освещение и вид из вашего номера Слушай, ну так, вроде размыто, выглядит неплохо Ну, доволен Освещение и вид прекрасно Освещение в номере идеально, не слишком ярко, но и не темно В самый раз Что касается вида, вы большой ценитель архитектуры в стиле астроретро И потому вид на камнеград пришелся вам по душе Спасибо, что ценили отель Геты Вы можете оставить отзыв ниже Мы рассматриваем каждое обращение и всегда стремимся стать лучше Отзыв Придумать что-то свое всегда сложно Лучше бы тут был вопрос с вариантами ответов С вересной высоте благодарю вас, заурядно вряд ли я приду снова Могу предложить вам купить несколько подушек из пены с эффектом памяти и бархатных одеял Не буду ничего писать, давай вот это Вы придумали и оставили отзыв На листе осталось лишь одно незаполненное место Пожалуйста, пишите ваше имя и контактные данные Мы будем оповещать вас о скидках и акциях Скидки Какое прекрасное слово Конечно, вы впишите свое имя Гантэ, дружелюбный и безымянный по соседству Хайзенберг Да бут, оставляй Мы распространяем информацию у нас по всей галактике Шедевр готов Вы сочинили самый непредвзятый отзыв во вселенной В него не вложены ни капельки субъективности Вы переворачиваете заполненный лист и обнаруживаете под ним толстую кипу таких же бумаг Теперь у вас несколько вариантов На этом все, надо только еще раз прочитать отзыв Ваш отзыв могу предложить вам купить несколько подушек из пены с эффектом памяти и бархатных одеял Ваша подпись Гантэ Ваша оценка кровати очень довольна Ваша оценка чая очень довольна Ваша оценка освещения вида из окна очень довольна Нет, все должно быть не так Надо заполнить еще одну анкету Ой, господи, прекратите Вы откладываете заполненный лист в сторону Возможно, стоит передать его герте лично в руки Так вы продемонстрируете свой статус гостя Чье мнение очень ценится Ну, да Хорошо Зашли чисто за этим Написать отзыв там, где даже не находились ни разу А, так всегда В картах, там, гугл, яндекс и прочие вот Лабуддистики постоянно просят оставлять отзыв, когда тут даже не был Я считаю, что это Глупо Еще она двоих отчитывает За что вы детей журить постоянно? Мне кажется, они даже ничего не сделали Большой мусорный контейнер стоит на открытом воздухе Вы можете обидеть, что он был заполнен мусором, выброшенным жителями Внезапно вы слышите голос, говорящий первопроходец Ты хочешь 7 обычных кусков мусора или этот приятный на вид кусок мусора? 7 обычных кусков мусора, 1 приятный на вид кусок мусора, я хочу все, мне не нужен мусор, хочу все Ты жадный человек, одобрительно говорит голос, я дам тебе то, что ты хочешь Приятный на вид мусор и мусор, ахаха, нормально Все как мы просили, смотри, хорошая сделка Вы испытываете чувство облегчения, когда стоите перед этим мусорным контейнером Все кончено, выдыхает зима Белобога Это последний Ваше чувство больше не имеет значения Важно только то, что те, кто создал эти мусорные контейнеры, реализовали себя Дальше у нас что? В мусорных контейнерах холодно уставился на другой мусорный контейнер, хватающий ртом воздух у его ног Я же говорил тебе, Таталов, сказал он Я говорил тебе, что однажды ты рухнешь рядом со мной Когда это время придет, я буду смеяться в твое умирающее лицо Таков ветер перемен Сгусток тьмы вытек из умирающего мусорного контейнера и продолжил змеиться вперед Он посмотрел в холодные глаза другого мусорного контейнера 15 лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел этот взгляд Когда стоящий мусорный контейнер был еще совсем крошечным Это я, произнес умирающий мусорный контейнер Я вырастил тебя Волна острой боли окутала его Он понял, что лопнул какой-то мешок для мусора Стреляющая боль заставила умирающий контейнер всхлипнуть в то время, как другой удовлетворенно усмехнулся Он присел на корточке и прошептал имя на ухо умирающему мусорному контейнеру Ты, глаза мусорного контейнера были слишком открыты Но нет, ты не можешь быть Его последние слова свернулись у него во рту, как слеза, свисающая с уголка глаза Очень-очень интересные истории И на кой хер мы их читаем Читающий доклад мужчина Хм, вот последние новости за сегодня Наконец, Гранд Отель Геоты вновь откроет свои двери Открыта вакансия дегустатора Глядящий вдаль мужчина Я знал, что Гранд Отель Геоты ничего не добьется с одними и теми же старыми рецептами Пессимистичная старушка Ах, какая нелепость, конец белобогу Удушевленный ребенок Еще, еще Разраженная женщина Прекрати перебивать, негодник Ммм О, любопытно Так, дальше что это? Кусочек То есть мы, ага, проходим вот эту И потом на лестницу Осмотреть В смысле? Эта область недоступна Пожалуйста, вернитесь в доступную область Как это? А, ну там тупик, да Я что-то такого Что это? Ага, какие-то записки Я думал, какие-то дровишки Так, нам туда Проходя мимо этого несчастного почтового ящика Краем глаза вы замечаете то, что не является его частью Уголок пожелтевшего конверта, безвольно Свисающий с края ящика Достать, засунуть глубже, у меня есть дела поважнее Доставай! Вам удалось спасти этот хрупкий конверт? Это не просто слова Конверт действительно разваливается Обрывки бумаги развелись по ветру вместе с дымом и пылью Присущими шахтерскому району И развалились в глубине раскаленного воздуха Ваш праведный поступок спас его до того, как он превратился в прах А я думал, мы за него тоже баблишко можем получить Так, тут у нас ничего нет Мы тут могли пройти Здравствуйте, Лаундер Привет, добро пожаловать в коронный магазин Чик Лаундера Если что-то нужно, говори, не стесняйся Я хочу кое-что купить А, мы даже с тобой не будем тебя расспрашивать, кто ты, что ты Тыща! Слушай! Я пошел Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу а как бы без этого нельзя это а еще торговец в натуре она только вот этот может мне давать всякие штучки 47 я где-то пропустил ящики тернер ого ганте приветствую друг откуда ты меня знаешь как дела хочешь перекусить что-нибудь камнеградским расскажи о состязании битва обжор а вот и зачем пришел объясняю правила простые вон стоят стоялки с уже готовым крабом видишь как только я запущу таймер и налетай на них если осилишь 5 тарелок за 20 секунд тогда все на своем моем прилавке станет для тебя бесплатным ну что попробуешь конечно попробую сразу видно будущего чемпиона уверенности тебе явно не занимать не забудь прихватить бутылку воды чтобы не подавиться крабом как будешь готов подходи к прилавку состязания можно начать в любое время владелец киска с закусками подходите и полюбуйтесь только у нас захватывающее состязание и удивительное зрелище встречает тип нового претендента на титул великого обжора камнеграда скандальный посетитель выдержит ли он это испытание судя по выражению лица он настроен на победу засмотревшийся посетительница это точно не шутка да но у нас не было такого тощего претендента как тебя зовут отважный участник ты же знаешь мне что за зовите меня кусачий краб нет мы говорим шумаганте запомните это имя возможно совсем скоро именно он станет великим обжора камнеграда и заслужит наше восхищение ну что готов еще что до трех а затем запускает таймер и не забудь для победы нужно съесть 5 тарелок скального краба во фритюре за 20 секунд 321 вперед съесть первый кусок насыщенный вкус и аромат свежего мяса буквально сводит вас с ума вы даже не мечтали что в подземье вас ждут такие деликатесы съесть второй кусок второй кусок мяса краба такой большой что с трудом помещается в рот жирновато но по-прежнему вкусно в уверены что победите съесть третий кусок третий кусок проклятые усилители вкуса хочется пить и начинает подташнивать и очень раздражает что в настройках нельзя ускорить отображение текста съесть четвертый кусок вы все еще умудряйтесь это читать ладно поделюсь с вами одним секретом скальные крабы на самом деле не виды десятиногих ракообразных найти их место в общей системе классификации живых организмов сложно но они что-то вроде членистоногих хотя какая разница это крабы которые плюются пузырьками и вы и я смотрю тоже вот-вот выплюните съеденное последний кусочек голове у вас пустота ваш желудок кажется бескрайним морем из триллионов тонн крабовой пасты вам удалось расселить все пять тарелок рабового мяса но увы это заняло вас больше 20 секунд слова владельцы киоска достигли достигает ваших ушей но вы уже почти погрузились беспамятства вам все равно выиграли или вы или проиграли сейчас вы думаете только об одном и смотрите его сейчас тошнит к будет на что посмотреть она же засмотрелась бое и порядке братец не очень плохо я проиграл да увы не повезло от победы тебя отделяло буквально пара секунд так вот братец я знаю что тебя сейчас паршиво но согласно правилам участники которые не прошли со седания должны заплатить за еду 5 тарелок скального краба во фритюре это 1000 кредитов желание а желаешь заплатить сейчас или я признаю поражение сейчас заплачу какой ушли торговец ну ты чего ты же слышал правила мне тоже нужно что-то на что-то жить. Да вообще, братец, на тебя такая роскошная одежда. Тысяча кредитов для тебя. Сущий пустяк, верно говорю? Приятно было иметь с тобой дело, дружище. Ах, да. Если захочешь еще раз поучаствовать в битве обжора Камнеграда, приходи завтра. С такими талантами еще несколько попыток и победа твоя. Но по-любому нужно к нему будет приходить и участвовать. Так ты же меня знаешь. И мы еще можем? Готов. А давай я сейчас 20 секунд у нас есть, да? И мы сейчас просто будем пропускать. Вот так. И выиграем. А там про кусачий краб этого нам было неважно. Давай, второй, третий. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Мы успели. Нет? Почему черный кран? Мы ему сколько так отдадим? Ну мы опять боя сделали. Я победил? Верно, дружище? Победа твоя была легендарной. А, в смысле? Я все пропустил. Отныне вся еда из нашего киоска будет для тебя бесплатной, а твое имя запишут на доску почета великих обжор. Это большая честь. Ах да, мы тут для тебя приготовили какие-какие подарочки. Держи. Щиты 20. Детички жареной. Супер, давайте перейду к тебе в магазин. Я хочу кое-что купить. Там должно быть все бесплатно. Ах ты обманщик, ах ты обманщик. Вот это... Где все бесплатно? Я возьму только вот это. Остальное мне не... Иди ты к херам собачьим. Ложь, блять. Говорит, все бесплатно. Я столько обожрался здесь всего. А в итоге ни хера бесплатно я не получил. Но это я считаю не честно. Это... Это просто обман. Вы можете достать молоко Муму из-под земли? Это какие-то проблемы с пылающим эскимо? Мума, а что такое молоко? Эй, следи за языком. Уверяю, наши поставщики самые надежные. Поверить не могу, что синеволосцы этим занимаются. Ну да, он же только... Он-то и выходит. А вы что не выходите вместе с ним? Вам никто не запрещает. Этот мусорный контейнер, крышка которого отрезана по периметру чем-то острым. Заглянуть. Вы заглядываете в железный бак. Запах горящих дров ударил в нос вместе с холодной терпкостью металла. Заставляя вас задыхаться. Глядя на бездонное дно бака, вы видите, как в бесконечной темноте мерцают и переливаются языки пламени. Они не хотят гаснуть раньше времени. Окей. На первый взгляд, этот мусорный контейнер выглядит точно так же, как и другие. Но при ближайшем рассмотрении вы обнаруживаете его зловещую особенность. Кто-то что-то сделал с пружиной крышки. Если нажать на крышку этого контейнера, она отскочит назад, нанеся сильный удар. Починить улучшить не мое дело. Давай починим. Мы потратили на это некоторое время, но в конце концов переуспели. Теперь пружина закреплена и никто не пострадает от этого мусорного контейнера. О, что-то получил. А, ну спасибо. Вот, это окей. Так, я заблудился. А, так. Секунду. То есть мы тут поднялись. А, там ничего нет. А наверх? Там же можно подняться наверх. А, нельзя. Окей. Так, все, бежим. Тогда мы, значит, к март, если больше ничего тут не появится. Сундуки все? Да? Да, все. А сколько у нас... А где мне посмотреть инвентарь? Мне нужно знать, сколько у меня щитов. От этого мусорного контейнера исходит особое ощущение, которое не имеет ничего общего с его местоположением, видом и запахом. От него исходит необычное тепло. На крышке лежит смятый кулачок бумаги, на котором написано 81. Открыть, постучать, написать на бумаге. Открывай. Вы видите убогу комнату с набором мятых желтоватых постельных принадлежностей, подушкой, сделанной из мешковины, двумя открытыми бутылками хлебной-содовой, парой шахтерских ботинок, порванной книгой, текст которой уже невозможно различить, а также нож. Похоже, кто-то использовал этот мусорный контейнер в качестве скромного жилища. Мусорный контейнер блестит. Кто-то бросил в него три кусочка геосущности. Их бросили с такой силой, что осколки руды разлетелись по всему контейнеру. Вы понятия не имеете, откуда взялся такой гнев, и не можете понять такое поведение. В конце концов, геосущность так же цена, как золото в подземье. Стали бы вы бросать деньги, когда находитесь в гневе? Конечно же нет. Вот именно, а теперь давайте закончим разговор на этом. Очень скучно говорить о мусорном контейнере и деньгах. Да я вообще не понимаю, нахера мы это все делаем? Геосущность, вырезанная в форме кубы, или возможно она получила эту элегантную форму естественным путем? Ой, я не хотел. Так ты обещаешь, что если я выиграю в предках, ты расскажешь сестренке Март всю подноготную? Да, всю подноготную. А что это значит? О, я ее помню. Хук. Знаешь, что ты расскажешь мне все подробности, не будешь ничего скрывать и врать. Вот это, бля, уже не интересно, да? Вообще-то, Хук не надмирщица. Хук никогда не врет. Джулиан. Да, никогда. Ну тогда решено. Ладно, давай играть. Ты, когда ты пришел? Стою тут уже давненько. Это так важно? Не так давно, сестренка. Не надо говорить, как ребенок. Это примерно так. После того, как я проснулась, то врач сказала, что сам повзял с собой Даньхена. Я ходила кругами, пытаясь найти синеволосого мерзавца и наткнулась на этих детей. Говорят, они знают, где он. Но они сказали, что я должна присоединиться к кротам или чего-то там, если я хочу это узнать. И для этого мне нужно было доказать свою силу, выиграв игру в прятки, понимаешь? Понимаю. Нужен еще один игрок? Понятно. Ну что ж, удачи. Понятно, дети издеваются над тобой. Давай спросим про игрока. Что? Ганте, с каких пор ты стал таким отзывчивым? Да блин, я всегда таким был, а ты говорила, что я дурачок. Эй, вы там еще не закончили свои тайные разговорчики? Время кротов драгоценно. Да, драгоценно. Хорошо, хорошо, мы закончили. Хук Великий Мрак, это мой друг Ганте. Он тоже хочет присоединиться к кротам. Можно ему поиграть с вами? Конечно. Думаю, да. Тогда вы, ребята, ищите. Босс, они не кажутся очень умными. Почему бы нам сначала не потренироваться? Ты прав, Джулиан. Хорошо, давайте потренируемся. Я спрячусь, а вы двое должны найти меня. Так вы, ребята, думаете, что вы лучше нас, да? Ну погодите у меня. Ганте, это просто. Когда увидишь одного из них, сразу хватай и все. Джулиан подельница кротов. А, у нас тут подсказочки будут. Я могу с вами поговорить? Успеем же с ним еще. Рабочий день окончен. Давай погуляем. Что скажешь? Говорят, за ловлю пещерных саламандр хорошо платят. Так что я собираюсь этим заняться. Силы небесные, я сдаюсь. Ты уже этим целый день занимаешься. Может хватит? Что значит хватит? Мне приходится экономить, чтобы позволить тебе каску с автографом холодного дракона. Это ограниченный тираж. Ну и туда нас тоже не пустят. Окей. Так, и получается. И получается то, что у нас вся серия, видимо, сейчас уйдет на прятки. Ну давай, чего? И что? А, нашел. Ха, попалась. И это прятки в угол встать. Ну что? Это просто тренировка. Вот сыграем по-настоящему. Тогда вы увидите. Давай. Отлично. Теперь мы сыграем по-настоящему. Считайте до 50, а потом открывайте глаза. И никакого жульничества. 47, 48, 49, 50. Приготовьтесь, я иду вас искать. Непослушные детишки. Аж мелодично как прозвучало. Краты уже целую вечность не проигрывали. Ты обречен. Так, и у нас целая область, где мы должны их искать. Где-то здесь. Вы еще не поняли? Мы величайшие игроки в прятки под землей. Да я вот... Так ты ж вот стоишь, я шо, дурачок, блядь. Попалась. Не считается, пока не ответишь на вопрос. Такого в правилах не было. Что? Но мы тебя поймали. Что еще за ответы на вопросы? Эх, мне почти удалось. Так, пойдем дальше искать. Эти дурачки не умеют прятаться. Они как... Они как... Просто... Они очень странные. Они стоят, смотрят в угол и типа спрятались. Что-то не так. Да, действительно. Тут парень все время пялится на нас. Пятки могут и подождать. Давай узнаем, чего он хочет. А, окей. Осмотреть. С виду взрослый мужчина. Моя интуиция подсказывает мне, что с этим человеком что-то не так, но... Это без сомнений он. Он выглядит выше и старше. Как по мне выглядит взрослым. С мозгами ребенка? Ну вот вам правда, я взрослый мужчина. Ладно, голос тебе выдал. В смысле? Вот же, а. Зачем вы со мной заговорили? Я, Джулиан, тысячи лиц. И теперь моя репутация порушена. Что подумает босс? Не нужно драматизировать. Это все равно был волшебный спектакль. Нифига себе. А... Хватит убегать. Хук, ты попалась. Не, несправедливо. Я голова кротов. Как я могу проиграть кучки негодяев? Делайте, что хотите. Я не боюсь. Чем они вас здесь кормят, детишки? Вы простите меня, босс. Я подвел тебя. Вот, блин. Как вы смогли разглядеть отмаскировку Джулиана? Кто вы вообще такие? Зоркие видят пыль среди звезд. Кстати, это я придумала. С моей помощью, конечно, именно ты. Не похожа на тебя. Давай тоже про себя скажем. Да-да, мы отлично сработались. Итак, Хук, великий мрак. Теперь ты расскажешь нам все, да? Да. Босс кротов верна своему слову. Хук увидела, как синеволосый парень отвел вашего темноволосого друга в бойцовский клуб. Бойцовский клуб? Я думал, что первое правило гласит... О, нет. Не упоминать о нем. Вы опять о чем-то шепчетесь? Эх, Хук, великий мрак. Где находится этот бойцовский клуб? Можешь показать нам дорогу? Ммм, это здание прямо мозолит глаза. Взрослые ни на что не годятся. Следуйте за Хук, я вас отведу. Благодарим, о, великая Хук. Для вас я Хук-великий мрак. Кто вам разрешил сокращать мой титул? А, так, клуб только для боев. Кто знал, что у подземщиков такие жестокие хобби? О, она тоже втопила, она тоже втопила. Так, остановилась. Ну, вообще это круто. Втопила. Они и тебе разрешают в них участвовать? Как давно здесь было... Что я не успел прочитать? Пришли, вот оно. Хук, пошла драться, увидимся. Что тут главный? Как они могут разрешать детям драться друг с другом? Кроты этим занимаются вот кто. Но допускаются только дети. Дикий огонь проводит бои среди взрослых. Так, значит, этим местом заправляют кроты? Что ты знаешь о диком огне? Они как кроты, но только для взрослых. Ох, им нужен еще один участник. Я... Я должна идти. Если когда-нибудь захочется подраться, найдите меня. Ооо... Где мне посмотреть мои эти... Щиты. Ладно, пойдем. Нас там ждут. Мы там уже были, мы там все знаем. Нормально. О, хоть какой-то процесс пошел. Братья и сестры, готовы ли вы к самому зрелищному, захватывающему и потрясающему соревнованию сегодняшнего дня? В одном углу рекомендованные синеволосы с симпатяга, неуловимая сокрушительная сила, наш новичок Холодный Дракон. И его соперник, никто иной как бесчувственная, зажигательная, взрывная мощь команды Робоматик, слава боссу Сварогу. Или Сварогу. Учитывая, что ни один другой боец не хотел сражаться, с командой Робоматик, Холодный Дракон будет сражаться с этими противниками в одиночку. Узнав о своем судьбе, отважный молодой боец сказал только одно. Все равно. Да начнется полуфинал 1758-го турнира Короля Ринга. Менты, быстрее, поможем ему. Что это? Братья и сестры, неожиданный поворот событий. Два зрителя ворвались на арену, похоже, они хотят объединиться с Холодным Драконом. Очнулись? Да, первым делом я и Гонте пошли искать тебя, и теперь, когда нашли, хотим убедиться, что тебе тут никто не нанерет зад. Не за что. Братья и сестры, вы можете почувствовать их страсть. Магнитное притяжение этого электрического спорта неоспоримо. Но повторю, в этом соревновании могут участвовать только профессионалы. Что бы вы не делали, дети, не пытайтесь повторить это дома. И Холодный Дракон дает знак о том, что соревнование продолжается. Ему просто не терпится начать. И нам тоже, железные кулаки Холодного Дракона и его друзей против железной кожи команды Рабоматик. Я смог бы справиться с ними и без вас. Эх, нам нужно поработать над твоим эмоциональным интеллектом. Держим оборону, уничтожим их. Я хочу домой. Не, давай. Мы прям... Прям... Сила, мы прям... Мощь. А они... Вы можете сами, да, с ними подраться? О-о-о-о. Ну, все. Достаточно? Ха-ха-ха. Э-э, один Гантэ все сделал. Молодец. Какое красивое выступление. Холодный Дракон и зрители выходят победителями. Зрители? Почему нам не дали крутых имен? Холодный Дракончик и Холодная Дракоша? Круче, чем Холодный Дракон. Эх, забудь. Думаю, у нас разные предпочтения касательно крутых имен. Эй, смотри, это Сампо. Что-то он... Куда он пошел? Лови этого. Он должен объясниться. Пора надрать еще один зад. Но нужно поблагодарить его. Давай так. За ним. Да, он какой-то с приколюхами. А, у нас еще там... Этот парень не мог далеко уйти. Давайте поищем его. Опа. Еще запросы, да? О... Ри-му-ру. Тебя я тоже добавлю. А Хилрея? Пока не могу. Но ты посмотришь, Хилрея, и освободи местечко. А то, видимо, у тебя уже там 100 друзей. И я в них не вхожу. А, так. А, ну это мы уже знаем, блядь. Он в прятки играет. Так, и где ты? Сампо. А... Нет, его здесь. Он же у меня прогрузится, да? Что за дела? Где он? Я в этой области нахожусь. Что за прикол? Что за прятки? Он же должен у меня прогрузиться, правильно? Я понимаю. Ага. Я чуть-чуть не дошел, оказывается. Эм... Эй, это вы. Я просто подумал меня собираться ограбить. Кто это меня преследует. Поэтому, понимаете, немного ускорил шаг и... Да, если бы я знал, что это вы, то встретил бы своих старых друзей с распростертыми объятиями. Забудь, ты увидел нас и испугался, поэтому начал удирать. Я? Испугался? Друзья мои, чего мне бояться? Эх, неужели я мог чем-то вас обидеть? Ты бросил нас с реверойливым стражем. Ты обманул Даньхена. Не, мы просто шутили. Давай вот так. Ну же, ну же, погодите-ка. Если бы я не убежал, Гепард поймал бы всех нас. И как вы думаете, он дал бы вам возможность объясниться? Он бы заселил вас прямиком в отель с железными решетками. А я тем временем наблюдал за вами из теней. Вы представляете, как сложно было к вам подобраться? Они все это время не сводили с вас глаз. У меня не было выбора. На поверхности для нас слишком опасно. Мы в розыске. Конечно, у подземья есть свои недостатки, но по крайней мере, стражи не станут нас преследовать. Здесь мы в безопасности. Даже если и так. Обязательно было нас травить. Может, вы и забыли, но мы, друзья мои, оказались в затрудительном положении. Думать было некогда. Пришлось использовать то, что было под рукой. Значит, ты не пытался что-то скрыть? Какой-нибудь секрет, которым ты не хотел делиться, в том числе и с нами? Даньхен, какой секрет? Я еще не уверен, но что-то здесь не так. Вы победили. Я помогу вам, чем смогу безвозмездно, кстати. Но, пожалуйста, не распространяйте обо мне слухи. Чтобы доказать свою искренность, я познакомлю вас с Диким Огнем. Если вы что-то здесь ищите, следует спросить их. Зачем на знакомство с Диким Огнем? Потому что вы что-то ищите. Что за вопросы? Даньхен сказал, что вы, ребята, искали. Что за слово? Стелларон звучало довольно мощно. Если кто-то и знает, где он находится, то это Дикий Огонь. Ты сказал, что я найду ключ к разгадке, если стану чемпионом бойцовского клуба. Эм, ну да. Если ты дрался в финале и выиграл, у тебя уже был бы невероятный уличный авторитет. Дикий Огонь без раздумий бы согласились познакомиться. Не вижу в этом проблемы. Почему Дикий Огонь хочет нам помочь? Ну, разумеется, бесплатный сыр только в мышеловке. У Дикого Огоня пока нет причин помогать вам. Так что мы просто причину эту и поищем. С вашими талантами нам не очень, не о чем беспокоиться. Говорю вам, куда бы вы ни пошли, есть только одно правило, чтобы добиться цели, найдите спрос. Подземья была закрыта более 10 лет. Думаете, люди здесь просто смирились со своей участью? Что за Дикий Огонь? Если вам интересно, мое мнение, это кучка бесхитростных упрямых дураков. Но кого волнует, что я думаю? Это группа доброхотов, возникшая, чтобы поддержать порядок подземья. После ухода с Реброгревых Стражей Дикий Огонь взял на себя правление. И не стоит их недооценивать. Искусственные мастера бродят среди простых людей. Слышали ли вы раньше это высказывание? Среди Дикого Огня есть такие мастера. Вот увидите. Веди и чтоб без выкрутасов. Доверьтесь мне, как я уже говорил, сам поникогда не бросит в беде тех, кто ему помог. Так чем же обычно занимается Дикий Огонь? Всем. Поддержанием порядка, отстаиванием справедливости, борьбой за ресурсы, распространением товаров. То, что они не доверяют мне... Ой, да ты блять. Я специально остановился, чтобы подождать. Где Джошуа? Что это за блестящие камни? Все повернемся. А, это геосущность, экзотермическая руда. Подземья и поверхности ведь изолированы друг от друга. Не только транспортная линия, геосущности все еще работает. Подземья отправляет руду на поверхность, а над мире отправляет товары под землю. Большинство жителей подземья шахтеры, и они добывают эту руду, чтобы заработать себе на жизнь. Если бы не геосущность, которую мы сжигаем, этот мир давно бы замерз. Мы идем дальше. Здесь нет того, кого я искал. Блядь, а что за похождения? Но мы тут уже все исследовали, нам нормально. Хм, старика Олега тоже нет. Где же всем? Что, опять будешь гонять нас кругами? Да я бы не посмеял, поверьте, мы почти на месте. Ох, что за огромное строение вдалеке? Это ядро печи, а также колонна, соединяющая подземья и над мире. Раньше люди поднимались и спускались по этой штуке, но потом... Что потом? Долгая история, во всяком случае, вверх и вниз уже практически ничего не движется. Кроме тебя. Ах, дорогой друг, я думал, мы не будем это обсуждать. Прошу вас, чем меньше будет обо мне слухов, тем лучше. Так, пойдем дальше. О, я как раз хотел проверить щиты. Раз мы тут бегаем... А их чуть-чуть не хватает. Так, мне нужно еще 60. Хорошо. И их чуть-чуть не хватает. В это время зеле обычно всегда здесь патрулируют. Чем занимаются реки Огонь? Они что-то... Что, избегают меня? Все, договорил? О, здорово. И смотрите, кто это? Это броня? Она тоже здесь? Похоже, ей угрожает опасность. Друзья мои, чего рты раскрыли? Этой драме не нужны новые зрители? Неужели? Знаешь, было бы интересно посмотреть на тебя в беде. Нам нельзя привлекать внимание, но и оставить ее тут мы не можем. Сам бы прав, мы не можем просто молча тут стоять. Даньхэн прав, нельзя ее тут оставлять. Мартик права. У кого-нибудь есть с собой попкорн? Кто это? Мартик. Нельзя ее тут оставлять. Я за своих, я за своих учу. Точно, братишка. Даньхэн... Точнее, мой друг Даньхэн говорит разумно. Давайте поможем ей. Ладно, принцесса, обойдемся без любезностей. А это шо, матрица? Опа. Неожиданно. Вы смеете нападать на кого-то на нашей территории? А как насчет нескольких раундов со мной? Я мое, быстро разойтись. А это кто? А, Зиле? Трусливый негодяй. Госпожа Зиле, фух, хорошо, что ты появилась вовремя. Моя сердечная благодарность. У этих разбойников хватает смелости напрашиваться на неприятности на территории Дикого... Помолчи уж, Сампо, ты и сюда влез. У Дикого Огня сейчас бесчисленное множество проблем, не усугубляй, пожалуйста. Говорят, что воин с Треброгривой Стражей нанес визит в подземье. Это ты? Это вы меня похитили и притащили сюда. Что все это значит? Вы только послушайте, что все это значит? Она все еще думает, что она принцесса Надмирья? Да ты вообще знаешь, что с нами тут было, пока вы там наслаждались жизнью? Вы хоть раз задумывались о судьбе подземья? Треброгривые Стражи не наслаждаются жизнью. Мы постоянно сражаемся с фрагом, защищаем от нападения монстров Белобок и... Вообще всех, кто находится на поверхности и под землей. Да ты хоть себя слышишь? Ты защищаешь подземье? Передислоцировать всех Стражей на поверхность, перекрытие единственный проход, больше похоже на защиту архитекторов. У госпожи-хранительницы свои причины. Хватит разговоров. Ты пойдешь со мной. Бригадир Олег хочет тебя видеть. У него много вопросов. Прекрасно, госпожа Зеле. Мы как раз шли к бригадиру Олегу. Есть место для еще пары человек. Все занято. Кто они? Я Гантэ. Я друг Сампо. Я гость Олега. Я Гантэ. Победил в обжоре вашего Камнеграда. Одно лишь имя ни о чем не говорит. В общем, эти ребята, кадры, которые нужны бригадиру. Был срочный запрос, и я как раз провожаю их к нему. Мы ищем Сталарон. Он источник всех бедствий здесь. Если мы его найдем, то сможем... Ммм, дорогуша, я бы порекомендовал тебе не рассказывать свою историю каждому встречному. Госпожа Зеле все равно этого не поймет. Так что оставим это для бригадира, а? Ты прав. Я этого не понимаю и не собираюсь передавать сообщения. У Дикого Огня возникла проблема в большой шахте. Бригадир занят. Если вы действительно хотите его найти, я буду у входа в шахту. Я ухожу. Ежедневная тренировка. Доступно. О, что это пошло. Виртуальная вселенная? О, господи. Уж сколько их упало на эту... Ой, что за миссии? Так, откройте международный путеводитель. Вы подняете миссии из ежедневных тренировок, чтобы повысить активность и получить соответствующие награды. Ага. Прикол. Я вошел. Получил. Слушай, так-то неплохо. А, виртуальная вселенная. Вот теперь появилась у нас. Которую мы тоже должны выполнить уже как давно. Так, чашелист. То есть мы уже проходили, у меня уже ничего не осталось. Но окей. Это каждый день нужно делать. И решить ежедневную миссию. А что за ежедневная миссия? Это вот это вот? Это все ежедневные миссии. Отправьтесь на выполнение поручения один раз. Придите чашелист золотой один раз. Завершите одну ежедневную миссию. Но тут можно перейти. Вот, виртуальной реальности. Окей. Слушай. Хорошо. Выполняйте поручения со всех концов галактики, чтобы получать награды. Открыть смартфон, чтобы восстановить меню поручения. Господи, еще добавилась куча всяких менюшек. Открыть меню поручения. А я уже собирался серию завершить. Выполняйте поручения и получайте награды. Настройте время выполнения поручения, чтобы получить еще больше наград. Используйте персонажей рекомендуемого пути, чтобы получить больше наград. То есть, я на 20 часов отправляю персонажей? Так. Уничтожение разрушителя. Помогите цивилизованному миру Тоста отразить атаку захватчиков из легиона антиматерии. Порочные вселяют силу в оболочки своих верующих и направляют их к планетам, горящим цивилизацией, словно мотыльков на огонь. В конце их путешествия ждет разрушение цивилизации, на которую они нападают или их самих. Лоретто, галактический рейнджер, участвовавший в операции Зулу. 3, 6, 20. А я могу ими играть? За каждого отправленного персонажа рекомендуемого пути в конце поручения вас ждет дополнительная награда. То есть, я могу сделать вот так. Не, давай без ганты, а то вдруг мне поручение начато. На 20 часов отправил. Отправляйтесь в наличие 57. Интересно, что эти наличия значат. Отправляйтесь в мир, где был обнаружен Сталдрон и соберите данные для экспериментов гильдии эрудитов. Звезды можно сравнить с песчинками, плавающими в бесконечном океане или плодами, свисающими в бесчисленных ветвей и ожидающими, когда их сорвут. Песок не узнает, что океан загрязнен. Точно так же, как плоды не поймут, что дерево, на котором они растут, умирает. О, так тут вообще все разные нужны. Берем поручение. Так, это что? Материалы, опыт и кредит. Помогите Сталду Воспоминаний восстановить эфирную пыль. Разрушение вещей, имеющих физическую форму, придет к исчезновению вещей неосязаемых. Мы помним то, что было забыто и сохраняем то, что могло бы стать просто воспоминанием. Жаворна, хранитель памяти. Берем тебя и тебя. А, лимит доступных поручений 2. А, то есть я могу либо вот это выбирать, либо вот это выбирать. Безымянное место, безымянный человек. Безымянные никогда не перестанут исследовать неизвестное. Выполняя миссию, они следуют за подавно заброшенным рельсом звездного пути, чтобы увидеть, что ждет впереди. На компасе безымянных есть только два направления, неизвестность и место, где будут похоронены наши кости. Иногда это одно и то же. Бай Хэн, путешественник из Лисьего Народа. Невидимая рука. А, тут можно бабки получать, тут вот эти газетки можно получать, тут вот эти вот штуки для прокачки конусов. Доставьте груз в нужное место, основываясь на спросе и предложении разных миров. Завышение цен. Это неправильная формулировка. Я считаю, если хочешь хороший товар, то заплати за него. Если у тебя нет денег, это не мои проблемы. Тараван, один из директоров направления КММ. Так, окей, все, лимит поручений у нас исчерпан. Ё-моё. Журнал путешествий. Виртуальная вселенная. Впервые пройдя каждый мир в виртуальной вселенной и открыв новые благословения и диковины, в справочнике вы можете получить звездный нефрит. Магазин Герты. Ага, то есть вот это я еще должен буду покупать. Окей. Так, это мы в следующей серии уже будем еще проходить. Сейчас просто посмотрим, чтобы это все исчезло. Так, миссия. Господи. Как, как много всего. Уж сколько их упало в эту бездну. Это что? А, так и называется. Когда на броню напали злодеи, появились зеле из дикого огня, чтобы помочь ей вырваться из окружения. Но в тот момент же, но в тот же миг, все обернулось противостоянием с молодой девушкой из Среброгривых Стражей. В конце концов, зеле объявляет, что ее цель по распоряжению бригадира дикого огня лично встретить важную гостю с поверхности. Вы, конечно, не можете упустить шанс познакомиться с диким огнем. Следуя инструкциям зеле, скорее отправляйтесь в большую шахту. Это нам пока недоступно. Исследователи о чем-то спорят. Послушайте их, чтобы узнать в чем дело. Виртуальная вселенная. Герта просит вас погрузиться в виртуальную вселенную, созданную обществом гениев, и претвориться эонам освоения. Ваша задача попытаться узнать секрет эонов и путей у виртуальных эонов. Так, ладно. Дальше. Межзвездный путеводитель. Я же все равно все посмотрел. А, все, я взял. Получил. Да слушай, тут неплохие заработки-то. Это вот в день нужно столько делать. Так, теперь. Сообщение. Там были, были, ой, как много. Ракушка смешнявка. В реальной жизни нет. Что? Так, страшно не то, что есть кто-то лучше тебя, а то, что они прилагают больше усилий. Эта баяна, надеюсь, тебе понравится. Как ты такой молодой можешь сладко спать, зная, что у кого-то дела идут гораздо лучше? В реальной жизни нет никаких волшебных ракушек, да и кредиты с неба не падают. Ты не особо удачлив, так что все зависит лишь от твоих усилий. Обидно, что думаешь? Обидно, думаешь это смешно? Что за спам? Надеюсь, это не вирус. Ага, центр безопасности напоминает, что следует с подозрением относиться к сообщениям из неизвестных источников и тщательно проверять подлинность содержания. Если нужна помощь, обратитесь за помощью к сотруднику отдела безопасности космической станции. Пожалуйста, не отвечайте на сообщения массовой рассылки. Так, я думаю, что это развод. Не отвечать? Нет, я отвечу. Как тут отписаться? У людей есть чувства. Еще дали задание. Яковина под названием Ракушка Смешнявка поражена мем-вирусом и теперь распространяет по космической станции демотивирующие высказания. Аста просит вас найти источник вируса. Кто из троих подозреваемых стоит за этим фарсом? Вот, кстати, я видел, что очень много, очень много еще второстепенных заданий. И вот, видимо, мы только начинаем их получать. Рокки, Лесли в порядке? Почему ты не отвечаешь на мои сообщения? Кто такая Лесли? Вы не туда попали? Я Гантэ. Всем будем говорить, что я Гантэ. Извините, в любом случае, передайте Лесли от меня, когда встретишься с ней, что Рокки будет ждать на Герте. Так, кто такая Лесли? И где она живет? Пусть письмо от Усклой Звезде. В последнее время сейчас что-то тяготит душу молодого сотрудника отдела галактической географии Рокки. Как оказалось, он поддерживал переписку со своей возлюбленной, но в этот раз она не ответила, учитывая, что они хорошо ладили и он только недавно признался ей в чувствах, Рокки очень беспокоится. Он просит вас узнать, что случилось. Окей. И нам Герта про вот это, да? Обновление завершено. Иди тестировать. Слушаюсь, а ты хорошо меня попроси. Ну ты, слушай, ну ты прихирел. Нет, подожди, все, слушаюсь. Виртуальная вселенная? Вот тебе, пожалуйста. Ну она у нас и была. Она у нас и была, мы это сделали. Так, синтез. Что такое синтез? Используйте универсальную машину для синтеза, чтобы создавать расходные предметы. В этой области будут отображаться соответствующие материалы, необходимые для синтеза расходных предметов. Ага. Рукавицы гнева. То есть, открыть рецепт. Ааа, вот это что. Вот оно что все значит. То есть, я могу тратить свои вот эти билетики, которые у меня есть, на всякую вот эту шалупонь, да? Обнаружение на 75 секунд. Два очка техники. Так, ну тут много чего есть. Подожди, а это все открыто, да? То есть, а вот это закрыто. Ну, подожди, физический урон всех союзников. О, открывай. У нас же много этих штук, да? Вроде бы. Ледяной урон. Давай перчатки. Силу атаки тоже хорошо. Урон всех союзников. Вот, чтобы нас не обнаружили. Четыре очка техники пусть восстанавливает. Союзников. Да, мы съесть все рот эти не буду использовать. Оно есть и есть, и слава богу. Так, обучение. Господи, как же много всего. Универсальная машина для синтеза. Один. Вот она как раз, которая у нас на это есть. Универсальная машина для синтеза можно использовать для синтеза расходных моих предметов, которые необходимы в вашем путешествии по пути освоения и приносят всевозможные неожиданные преимущества. Хорошо. Все, это последнее теперь. Честь... Ой, как красиво. Честь безымянных. Что это? Разблокируйте славу безымянных и повысите уровень до 30, чтобы выбрать в качестве награды любого из цитового конуса среди сокровищ звездного мира. А что мне нужно сделать? Активируйте честь безымянных. Что? 20 дней осталось? Что происходит? Потрати 100 единиц энергии освоения. Блин, я собирался закончить. Почему тут какая-то херня появилась-то так много причем? Потрати 10 единиц энергии освоения. Продите чашлист 20 раз. К уровень часть безымянных повышен. Так, то есть вот это пещеру коррозии, продите эхо войны, расходите 300 тысяч кредитов, синтезируйте расходные предметы 10 раз, продите чашлист 20 раз. Вместе текущей фазы. Завершите все особые поручения, все о бутхилле. Завершите монтаж 5 развязок в часик мемуара о сладких грезах. Помогите завершить 3 спин-оффа о мемуарах о сладких грезах. Помогите завершить 2 рекламы в мемуарах о сладких грезах. Наберите 15 звезд за проходение уровня забвения. Так я не могу это отслеживать. Да, у меня освоения нету. Они недоступны мне. Вы что, я еще не прокачался. И за 20 дней я не прокачаюсь. Купить уровень. Не хватает нефрита. И что это мне дает? Ты мне, короче, в комментариях напиши, пожалуйста, подробно, что вообще вот это и что с этим делать. Так, ну я получил уровень. Открыть славу безымянных. А, это... Ай, я понял, все это ерунда. За наличку меня просите. Это нечестно. Налички тут быть не должно. Игра должна принести удовольствие, а не трачу денег. Так, ну окей. Да, распиши мне, пожалуйста, что вообще вот это все. Про ежедневные задания обязательно мне напиши. И вообще, стоит ли на них тратить запись на вот эти... Что это? Часть... Честь безымянных. И на ежедневные задания стоит ли тратить вообще... Силы все. Так, это мы читали. Теперь нам сюда. Новый мир, утвердаем вселенной. Хорошо, это я понял. Было задание, сейчас, подожди. Где они? Миссии. Вот это. Оно исчезнет? Ежедневная миссия? Что это? Это на герте. Исследователи о чем-то спорят. Послушайте их, чтобы узнать, о чем дело. Я думаю, это не исчезнет. А если исчезнет, то ничего страшного. А, еще там было. Что это? Перекресток судеб. Это вот наша высушенная... Так, это что, доступно? Ага, это те, которые сейчас как раз... Неожиданный поворот. Ага. А, прям какой-то сюжетный. Видишь, большое что-то. Сюжетное открылось. И вот эти... Несюжетные. О, следующая серия у нас будет... Нина Ярила. Мы не закончим Ярила. Слишком много этих. И я хочу их изначально все пройти, чтобы не было вот этих... Кучи, кучи, кучи достижений. А, и у меня это так и будет висеть. Вот. Короче, следующая серия у нас будет полностью на герте. Вот так вот. Очень слишком получилось мощно в конце с этими... Со всеми... Прям накидали. Обычно мы это с тобой с утра... Ой, с утра. С начала серии смотрим. А тут в конце... Короче, жуть. Вообще кошмар. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал. Оставляй лайк и комментарий. Делись этим роликом с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!